Разрешите обратиться. Внимание вы уделили в своем рассказе тому, что было сделано на предприятиях за последнее время. Модернизация производства, планы. Сегодня мы в основном нашу беседу решили посвятить социальной деятельности предприятия. Какую роль, ну как все знают и по старинке называют, завод АвиТек играет в жизни нашего города. Итак, социальная деятельность предприятия. Ну, тут люди, наверное, старшего поколения в первую очередь помнят прекрасно, как обстояли дела в советское время. Заводы, промышленные гиганты в нашем городе являлись поистине средоточением жизни, реализацией всевозможных инициатив. Огромные стройки были в городе, благоустроительные работы и так далее и тому подобное. В 90-е, лихие 90-е, тут внесли, конечно, серьезные коррективы. Во многом эта работа снизила темпы. В 2000-х наметилось возрождение. И хотелось бы знать, как сейчас дела обстоят. Потому что, мне кажется, что в понимании многих современных кировчан жизнь завода, она только в рамках завода и сосредоточена. Вот люди ходят на работу, возвращаются. И, по большому счету, каждый сам по себе. Уж извините за такое выражение. А как все-таки на самом деле хотелось бы знать? Я думаю, что, как минимум, жители района Филейка и работники завода, члены семей, наши ветераны, которые проживают тоже в большинстве своем на Филейке, они видят, наверное, прекрасно видят, какой вклад вносит завод в создание комфортных условий окружающей среды в городе, ну, как минимум, в микрорайоне Филейка. Но мы не ограничимся, конечно, Филейкой. Мы стараемся проводить мероприятия более широко и в городе. А так, чтобы рассказать радиослушателям, хотел бы сказать, что еще пять лет назад у нас изменился подход к решению социальных вопросов, связанных именно с окружающим завод-микрорайоном. Почему так пять лет? Потому что мы все знаем, что в 90-е заводы еле-еле выживали, и «Авитек» не исключение, он тоже еле выжил в 90-е годы. В 2000-х годах завод «Авитек» медленно восстанавливался, и можно сказать, что к 2015 году, когда закончилась федеральная целевая программа по модернизации, которая произошла в 2014-2015, а в 2016 закончилась, завод, можно сказать, восстановил свои силы и начал уже спокойно и планомерно работать. Таким образом появились определенные финансовые ресурсы для оказания помощи в социальной сфере, которая образовалась вокруг завода. В советское время мы знаем, что школы, детские сады и жилой фонд строился заводом. Все это было в свое время передано муниципальную собственность городу, и у города, мы все знаем, не было средств на поддержание инфраструктуры такой переданной, и у завода таких функций уже не стало. Но вот, как я сказал, лет пять назад мы пришли к тому, что в современное время мы должны решать вопросы не только производственные на заводе, но мы должны думать шире, мы должны беспокоиться о создании комфортной среды вокруг завода для наших работников, потому что от этого зависит и производительность труда, их настроение, их отдача. И если у работников нашего предприятия нет проблем дома, нет проблем на дорогах, нет проблем в детских садах, школах, с детьми, или как, ну, совсем нет проблем, нельзя сказать, но когда мы сможем чем-то помочь эти проблемы снизить или решить, таким образом это сказывается, конечно, и на настроении людей, на их отдаче, на их отношении к производству, их заводу. Ну, могу сказать, что... Да, аж поконкретнее, да. Могу сказать, что... Непосредственно к адресатам хотелось, чтобы вы озвучили, да, помощь, которая оказывает предприятие. Я хотел бы сказать, что с 16 по 20 год заводские бригады строителей работали в детском саду номер 6, 25, 55, 61, 79, 83, 127, 138, 151, 183. К нам обращаются руководители этих детских учреждений, к нам обращаются, значит, наши работники, чьи дети ходят в эти детские сады, к нам обращаются наши депутаты, которые выбраны по территориальному округу, вот, ну, можно сказать, от завода ВИТЭК, это два округа, и там у нас два депутата, Коврижный Сергей Владимирович и Халевин Сергей Васильевич. Депутаты городской думы, я уточню. Это наши работники уже как граждане города Кирова. И мы стараемся, конечно, помочь. Люди прекрасно понимают возможности завода, да, что мы не можем помочь всем и в большом объеме. Но самые насущные проблемы, которые вот животрепещущие возникают, мы их решаем. И таким образом, вот я хотел бы сказать, мы ремонтировали и кровли, и помещения детские, спальные помещения, красили потолки, стены, устанавливали и восстанавливали ограждения вокруг детских садов. Значит, приводили в порядок детские площадки, строили беседки, делали дорожки, различные системы вентиляции, системы освещения в детском саду. Причем в основном-то это есть по предписанию органов надзора, которые выписывают детскому саду предписания, а средств ни у детского сада, ни у власти города на всех не хватает. Это естественно и понятно. Но там, где мы можем, мы там это все делали. Мы даже провели капитальный ремонт бассейна в детском саду в 79-м и сделали современный бассейн для детишек вот в этом детском саду. Также к каждому началу учебного года, значит, мы оказываем большую помощь и средним школам города Кирова, и в этом районе, в Филейке, и в других районах. Когда к нам обращаются руководители, ну, в основном тоже с криком души, когда есть предписание, что-то исправить, нет ни времени, ни средств, ни времени решать вопрос, там, как по процедуре, допустим. На следующий год могут запланировать через административные органы, которые должны это делать. Но дети-то не могут ждать. Вот в Ганино, в школе, да, были там предписания, там детский спортзал действительно был практически в состоянии, в котором нельзя запускать детей. Плачевно, в плачевном виде. Пол прогнил, краска вся облупилась. Ну, детей туда запускать было нельзя. Мы сделали полностью капитальный ремонт этого зала. Я был на его открытии, меня пригласила администрация школы. Но это было очень приятно посмотреть на работу наших строителей, которые со всей душой, таким настроением откликнулись на просьбу руководства школы. И мы сделали этот ремонт, и к началу учебного года как раз мы там открыли этот спортивный зал. Там работает молодой учитель физкультуры, который с энтузиазмом готов работать с детьми всё своё время именно в этом спортивном зале. Вы просто так не могли не поддержать это начинание, эту инициативу. Конечно. Это вот 55-я школа Афганина, которую мы это сделали. Хотел бы сказать, что мы ещё вот в 53-й школе, у них был юбилей 50 лет. Но они обратились с просьбой заменить аппаратуру, которая у них очень древняя, наверное, тоже таких же годов, для проведения торжественных мероприятий в школе. Мы купили комплект аппаратуры, подарили школе, и, значит, очень довольны тем, что мы внесли такой вклад в воспитание подрастающего поколения, в создание условий для учителей, для школьников, чтобы они развивались гармонично, и чтобы у них было хорошее настроение. А вы сейчас можете вот в общем и целом подбить сумму, которая была за последнее время направлена на эти цели предприятиями? Ну, вот в целом за 5 лет я не могу вам сказать. Я могу сказать, что ежегодно эта сумма составляет 4-5 миллионов рублей. Вот в этом году, в 2020 году, мы уже сегодня, на сегодняшний день, значит, потратили на эти мероприятия 5 миллионов 730 тысяч рублей. Ну, и у нас ещё год не закончился, кое-какие мероприятия запланированы. Вот, поэтому, ну, да это значительные суммы, но я говорю, что это связано с тем, что завод достаточно мощно, значит, развивается, и у нас есть, значит, такая, можно сказать, моральная потребность оказывать эту помощь. И люди, специалисты есть, которые могут оказать эту помощь. Да, есть специалисты. Конечно, это и нам тоже сложно. Я хотел бы, так сказать, обратить внимание, что лето – это как раз строительный сезон. Это тот период, когда мы проводим очень большие реконструкции на территории завода. Мы реконструируем целые корпуса. У нас сейчас заканчивается, значит, реконструкция корпуса 10-го, который только крышу мы должны перекрыть полностью 30 тысяч квадратных метров. Вот. И мы практически уже, ну, до Нового года закончим, потому что продолжается работа и зимой, там создаются специальные условия, чтобы, значит, снег не мешал, чтобы накрывать, изолировать там участки, на которых проводится работа. А летом у нас проводится большой очень объем работы, и, несмотря на это, мы отрываем свои силы, своих специалистов для того, чтобы оказать помощь школам, детским садам, потому что тоже понимаем, у них период тоже с июня там по август, когда дети на каникулах, когда можно провести эти мероприятия. Потому что в ходе, ну, учебного процесса эти мероприятия сделать уже нельзя. Александр Владимирович, хотелось, чтобы Вы еще пояснили, по процедуре есть, например, руководитель социально значимого учреждения, у него есть вот такие бытовые проблемы, возможно, куда ему обращаться непосредственно, с кем переговорить, где его примут, выслушают, я имею в виду представителей предприятий. Ну, хотел бы сказать, что, ну, руководители непосредственно некоторые обращаются ко мне напрямую, там, это у нас как подшефные школы, которые, детские сады, которые непосредственно вокруг завода бывшие детские садики и школы, которые строил завод. И они как исторически так повелочные, заводы оказывают им помощь. Но многие обращаются к депутатам, в административные органы, и потом эти запросы, они все равно возвращаются, как бы, к тем же нашим депутатам, представителям, которые выбраны от завода, и завод принял активное участие. Мы на площади партсъезда отремонтировали помещение, которое у завода есть, и там есть общественная приемная наших депутатов. У них помощники работают практически с 7 утра и до позднего вечера. И принимают жителей микрорайона, жителей филейки района, вот, руководителей, там, и детских садов, и школ, которые обращаются, там и депутаты ведут прием. Это Ленинградская, улица Ленинградская, дом 4, вот. И уже такое, можно сказать, там, где депутаты не могут решить вопрос, либо быстро, либо как-то технически, через свои структуры и свои возможности, они обращаются на завод с предложением помочь решить данную проблему. Хотя я хотел бы сказать, что вот у меня есть информация, что с 2017 года из депутатского фонда на решение благоустройства территории микрорайона Филейка депутаты получили и было потрачено более 9 миллионов рублей. То есть, они тоже смогли эти вопросы организовать, решить и профинансировать, и какую-то часть вопросов решают вот с помощью обращения к депутатам. Ну, вот вы сами уже перешли, да, к благоустройству территории, которая непосредственно прилегает к предприятиям, и в начале беседы вы отметили, что очень важно, когда человек идет на родной завод по хорошему тротуару, по хорошей красивой благоустроенной улице. Давайте сейчас подробнее об этом поговорим, что сделано и какие планы. Ну, хотел бы еще увязать, вот реконструкция завода проводится очень значительно большая, и мы ее проводим в таком направлении, что корпуса завода, которые видны из города, они… С той же площади? Да, с той же площади или с улицы Дзержинской, с улицы Луганской. Вот, мы делаем такими эти корпуса, чтобы это было приятно на них смотреть, чтобы они уже были, вписывались в окружающую среду, в архитектуру, и поэтому мы эти проекты заранее готовим. У нас работаем очень плотно с архитекторами, с дизайнерами, ну, в частности, мы с Андреевским Андреем Георгиевичем работаем. Ну, думаю, многие жители, кто был на филейке на площади, видели вновь реконструированное здание, которое мы закончили в этом году. Это здание завода управления, вот, в котором находится отдел кадров, наш музей, там же находится столовая, там находится, значит, совет ветеранов и другие, значит… Подразделения. Подразделения, да. И это здание сейчас действительно является украшением площади и улицы Луганской, потому что мы его еще подсветили, вот, и когда вечером зажигается подсветка, значит, конечно, настроение совсем другое. Когда-то мы начали, первый такой у нас был в 16-м году, вопрос решен был с проходной, который мы сделали тоже современной, в современном стиле, которая у нас была такая. Это первый наш объект, который мы делали по такой программе, с таким вот именно направлением. А сейчас мы и вдоль улицы Дзержинской корпуса делаем, и по площади. В общем-то, сейчас завод изменился внешне, и так как мы объединяемся с новым заводом, Кировским предприятием, у нас единая цветовая гамма, у нас единый стиль, и уже АвиТек снаружи отличить от нового завода практически невозможно, потому что мы все корпуса отремонтировали. Сейчас ведется очень большая работа по ремонту уже помещений производственных внутри, чтобы цеха, новые цеха АвиТека также не отличались от новой построенного завода. Это значительная программа на годы вперед, но мы эти первые шаги сделали уже в достаточно большом объеме. Но я хотел бы сказать, что мы понимаем, что вокруг завода это наша моральная обязанность привести территорию в порядок. Мы, конечно, весной ежегодно навоем порядок и на площади 20-го парсъезда, и вдоль всего ограждения завода. Сейчас мы решаем очень значимую проблему. Мы строим две стоянки, запланировав построить, для парковки машин работников завода. Ну, площадь АвиТек, важный транспортный узел, безусловно, да, и там довольно активное автомобильное движение. До 6 утра и до 20 часов вечера, ну, может быть, чуть раньше, когда у нас вторая смена работает, но она меньше, чем первая, до 17 часов вечера. Она забита машинами, вся площадь, забит Октябрьский проспект прилегающий, забиты дворы, и вся территория вокруг завода, на проезжей части стоят личные машины работников завода. Местных жителей, безусловно, это вопрос определенный вызывает. Это дискомфорт, это огромное соотношение транспорта, это создает зимой вопрос, проблему с уборкой улиц. Ну, и летом тоже, собственно, нужно улицы подметать, а если они с 6 утра уже заняты, ну, собственно, сложно наводить порядок. Так, стоянка. У нас всего лишь стоянка одна есть возле завода, там, на 130 машин небольшая, и на заводе КМП стоянка порядка там 350 машин. Значит, сейчас у нас по плану, мы начали уже строить одну стоянку на своей территории, на 400 машин, может, там скорее, ну, если посмотрим, чуть-чуть расширим, может быть, 500 машин войдет. И вторую стоянку мы строим чуть дальше у нового завода КМП, ну, у серного выхода. Там сейчас оформляем землю в аренду у города, и на этом месте мы также сделаем стоянку машин. Таким образом, мы предполагаем, что большая часть машин с Октябрьского проспекта и с площади может спокойно разместиться на оборудованных стоянках, которые будут ограждены, освещены, в которых будет видеонаблюдение. И работники завода спокойно оставят машину, не будут переживать, что случайно их кто-то повредит, там, проходящий транспорт, ему будет ближе идти, потому что это в районах у нас, вторая стоянка будет в районе действующего проходного пункта КПП, а первую, которую я назвал где-то на 500 машин, мы там построим дополнительный проходной пункт для того, чтобы прямо на завод попадали со стоянки наши работники. Конечно, это тоже, можно сказать, не такая профильная деятельность завода, но она объективно направлена на создание комфортных условий для наших работников. И таким образом мы хотим и разгрузить близлежащие улицы от транспорта, и мы планируем, что этого будет достаточно на тот транспорт, который сейчас есть у работников завода. Конечно, расстояние людей растет, машины покупаются, у нас большое количество людей, работников наших ездят на личном автотранспорте, и мы сейчас в условиях пандемии и распространения коронавируса это как бы даже, наверное, приветствуем, но проблема парковок, она существует, и мы ее пытаемся вот таким образом решить. Эти планы, можем обозначить сроки, когда непосредственно они будут воплощены уже по парковкам? Ну, одну стоянку мы уже начали строить, сейчас там идет планировка, отсыпка грунта, которая у нас под эту стоянку. У нас уже закуплены плиты, потому что мы укладываем плитами, не асфальтируем, это решает многие проблемы с водоотведением, с возможными, значит, какими-то работами необходимыми. Ну, на этих местах коммуникации нет, поэтому тут вряд ли понадобится перекладывать. Но все равно мы считаем, что плита, которую мы укладываем, да, и вот стоянка у нас сделана перед заводом, она более надежна, чем асфальт в условиях климата Кирова, когда такие перепады температур летом-зимой. Ну, асфальт выдержит пять лет, потом начинает трескаться под стоянкой. Плита будет 20 лет лежать, ничего с ней не будет, и мы таким образом решаем проблему долгосрочно, на долгий период. Слушайте, я поистине удивлен взять землю в аренду у муниципалитета и оборудовать там первоклассную стоянку, но редко в последнее время встретишь именно такой ход мысли со стороны руководителей. Ну, ведь нужно решать для людей проблемы, решать нужно. Мы хотим, чтобы было удобно нашим работникам, потому что, вы видите, вот я знаю, машины наши ставят на Октябрьском проспекте, потом идут километр-полтора до завода, потому что, когда приезжает утром несколько тысяч человек, разместить машины рядом с проходной, рядом с заводом невозможно. Поэтому все улицы забиты, и это создает всем проблему. Мы исходим из того, что это решает эту проблему, мы очень комплексно решаем. И для жителей микрорайона, и для города, и для своих собственных работников завода. В общем-то, и она решается на долгосрочный период. Поэтому, конечно, это требует затрат, значительных затрат, но это все потом имеет отдачу, и это выражается, как я говорю, и в отношении, в настроении, и в конечном счете, в производительность труда и в чисто экономических показателях. Ну уж, если немножко продолжить эту автомобильную тематику, то в обустройстве дорог предприятия тоже принимают участие, в том числе и в сельских территориях, грунтовые дороги. Да, мы оказываем помощь, мы градируем, оказываем помощь даже не в нашем микрорайоне, и не только в Ганино, но и в близлежащих населенных пунктах, когда к нам обращаются. Ну, действительно, у нас есть техника, и когда у нас получается окна, что мы можем выделить эту технику и оторвать от своих работ строительных, мы оказываем помощь населенным пунктам. Где-то нужно дорогу проградировать, где-то можно, мы договоримся с дорожными службами города, когда они выделяют крошку асфальтовую после снятия, после фрезерования. И этой крошкой мы также отсыпаем и оказываем помощь в отсыпке и планировке таких дорог в населенных пунктах, куда асфальт еще не дошел, но дороги требуют ремонтировать. Вот в комплексе работаем вместе с дорожными службами города, с руководителями города и оказываем помощь. Опять же, обращаю внимание, что к депутатам очень много таких обращений, и садоводов, и жителей отдельных деревень, куда тяжело добраться, особенно под разбитым дорогом. Мы идем навстречу и всячески помогаем. Ну, и плюс, вот, наверное, сейчас заметили, на улице Дзержинской мы вместе с главой города проехали вдоль завода и с руководителем дорожных подразделений. И там обочина, которая раньше была неухоженной, длительное время эксплуатировалась, сейчас приведена в порядок, заасфальтирована. И, в общем-то, это помогает тому, что наши дороги становятся чище, и машины не ездят по обочине, не несут с собой грязь, не разносят эту грязь по городу Кирову. Я считаю, что это, конечно, большой бич, грязь на дорогах, и для того, чтобы ее не было, нужно идти, наверное, по опыту Москвы. Нужны стоянки возле домов, нужно, чтобы никто не парковался на газонах, на обочинах, чтобы эта грязь не заносилась в город. Но это такое очень сложное направление, которое требует финансирования. Но, с другой стороны, если это правильно рассчитать и профинансировать, то решится очень много других проблем. В общем, направлений, по которым следует продолжать работать очень много, это действительно помощь всевозможным организациям и благоустройство нашего города, да и производственные планы, безусловно, нужно выполнять. Так что я желаю успехов в дальнейшем, в наступающем, в первую очередь, году. Авиатскому машиностроительному предприятию, Кировскому машиностроительному предприятию. И уже, я так понимаю, не за горами тот момент, когда мы услышим то, о чем вы говорили ранее, объединение этих крупнейших предприятий нашего региона. На этом заканчивается время нашего разговора. Благодарю Александра Иванова, генерального директора авиатского машиностроительного предприятия «АвиТЭК» и Кировского машиностроительного предприятия. Спасибо, Александр Владимирович, всего доброго, до свидания. Спасибо нашим радиослушателям, до свидания. Разрешите обратиться